Доброе утро всем! Так, я навела красоту. Я навела, теперь ее так наводят. К нам мажется кремом и лепят патчи, которые постоянно сползают. Сейчас буду завтракать. Поставила мясо на щи. У меня мяса не оказалось. Вчера достала мясо, а оно оказалось, знаете, для... Блин, да что ты спаливаешься? Прилеплясь уже. Оно оказалось для собак. Помните, как-то муж приносил много мяса для собак? Сегодня отнесу им. Пускай лакомится. И пришлось потом еще в 12 ночи доставать курицу. Мяса нет, курица есть. И кости от хамона. Одна бульон на костях от хамона. Вот такой вкусняцкий. Будем импровизировать. Вот, кстати. Что ты будешь там? Что ты слетаешь, что ли? Терпеть не могу, когда патчи прилепишь, они вот так вот... И оказываются на подбородке. Сегодня, друзья, поеду в магазин. Сейчас пойду составлять список. Никогда список не составляла. Вы знаете, что я в магазин каждый день ездила. У меня никогда не бывает. Что? Пояс, да? На михорсору парламаняна. Телек опять ушел, экран. Вчера он больше не уходил. Только вот утром. А потом нормально было. В общем, да. Я списки никогда не составляю. А сейчас сяду и составлю, чтобы в магазин минимизировать свой поход. Поэтому как бы так. Поеду, знаете, когда поеду? Часа в три поеду в магазин, когда никто не ходит в магазин. И надеюсь, что никого не встречу. Ну, хотя будут продукты, я так думаю. Но подруга говорит, что есть все. Вот. Так что пойду составлять список. Сначала пойду позанимаюсь. У нас сегодня на улице очень тепло. 22 градуса в 9 часов. В общем, но ветер. Дурацкий ветер. Прямо меня бесит. Буду завтракать. Я уже тут приготовила себе все для завтрака. И на зарядку. Готово зажарочка. Здесь и помидорки, и перчик. Все на свете. Бульон варится. Пускай варится. Капустка нарезана. Пошла я на занятия. В общем, зашла в банк. Взяла с собой спирт. И после банка обработала руки спиртом. В перчатках. Все как надо. Полицейские ездят. И предупреждают всех людей, что без надобности не выходите на улицу. Я хочу убить три зайца. Во-первых, мне нужно было в банк. Банк закрыт. Но мне нужно в этот. В банкомат было. Ветер у нас сильный, поэтому стою за углаком. Не знаю, слышно меня. Наверное, слышно. Погулять с Чарли и зайти в аптеку. Нужно за лекарствами. Мы оттягивали этот день с понедельника. Но уже нужно за лекарствами идти. Поэтому вот так. А пока гуляем. На улицах никого. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Сейчас работает вот так. Через окошко выдают. Тут закрыто. Через окошко выдают медикаменты. Вот в это окошко выдают медикаменты. Я уже приготовила спирт, чтобы обработать руки. Масок нет. Просто спросила узнать, есть или нету. Нету. Все, я пришла. Сейчас буду доваривать щи. Так вот, наеду. Вошла нормально. Вы знаете, полиция ездит. И у нас строго запрещено стареньким выходить на улицу. И предлагают им по социальным сетям и все такое. Вывешивать красные флаги или тряпки или что-то. Что если вдруг им понадобится какая-то помощь. Купить еды, в аптеку сходить. Чтобы они вывесили тряпку красную. И к ним придут люди, которые хотят помочь. И сделают все, что им надо. И вот бабушка, например, старенькая-старенькая. А полиция к ней подъехала и спросила, что она делает на улице. Она говорит, что там пошла купить. Они у нее спросили, где она живет. Не довезти ли ее, хотя они были на мотоцикле. Но, наверное, вызвали бы патруль или еще что-то. Она им сказала, нет, нет, я тут рядом. В общем, пожилым у нас строго-настрого запрещено выходить на улицу. Потому что они в зоне риска. И вот так вот. А так на улице спокойно. Все соблюдают дистанцию. Очень мало людей. Только именно вот либо с пакетами. Даже с собаками нет. И так что не переживайте. С собаками нет людей. Там вот за городом есть. И там парочка где-то там в километре от меня. Вот такая ситуация. Не улучшается. Там у нас уже... Я вам вечером резюме. В общем, скажу, что почем и как у нас. А пока буду щи доваривать. Жизнь продолжается. Кушать надо. Мои щи. Ммм. Такие вкусняцкие. Я уже добавила лавровый лист. Там небольшие специи. Это я уже собакам приготовила. И та кость, которая была, тоже собакам приготовила. Вообще наваристый бульон получился классный. И пускай на медленном, на четверочке прям. Уж там новости слушают и говорят, что ничего хорошего. В общем, пускай на четверочке потомятся еще немного. Я уже, знаете, у меня уже голова квадратная от новостей. Поэтому вечером послушаю. Все. Одно и то же целый день можно вообще куку потерять. Что будет, то будет. От нас что зависит. Ничего. Сидим дома. Сидим. Метр дистанции между нами. Соблюдаем. Все. Я уже в машине. Сейчас за продуктами как на войну собираешься. Берешь всякие перчатки. И этот... Как его называется? Спирт. В общем, трындец. Я не знаю. Смотрю других влогеров из Италии, там из Франции. Они нормально ходят в магазин. Все нормально. Хотя у них там, например, в Италии больше этого вируса, чем у нас. Ой, блин. Когда это все пройдет, уже надоела эта тема. Но это просто... Машину, кстати, надо завести. А то я говорю, я мужу говорю, мы через две недели машину вообще не заведем. Аккумуляторы все сядут. А хотя, знаете, вот сейчас еду и думаю, блин, потом парковку искать. Время обеденное, поэтому... Поэтому будем надеяться, что в магазине никого нету. Люди вот там собачек выгуливают. Видите, кто в маске, кто без. А не поймешь. Кто, говорят, надо не только лицо, но и глаза. Это тоже слизистая. Что если типа маску надела, а глаза не защищаешь, то это мертвый припарок. В общем, главное не впадать в панику и вести себя адекватно. Вы знаете, не кидаться из крайности в крайность. Там, ой, шаг левый, шаг правый, расстрел. Главное не быть в группе людей, не тусоваться в тусовке. Вот для меня что главное. Чтобы этот вирус не передавался через нас, одному другому. А то, что ты куда-то пойдешь, куда-то зайдешь. Какая разница, если там людей нет. Я так думаю. А если вы со мной не согласны, это ваши проблемы, это ваше мнение. Мне так кажется. Поэтому вон в Мадриде, что творится у нас. Вы знаете, там у нас вроде карантин. В Мадриде самое большее число зараженных. Мадрид и Барселона. Они на работу все как эти, как овцы идут. Вот в понедельник это ужас, что было. Никто и не понял даже, что карантин. Там были все поезда переполнены. И все просто офигели. Как так? Не работает никто, никто. Карантин, а вы куда ломитесь все? Во вторник было как-то полегче. Вроде бы, что уже поняли, что не надо, нельзя так. Вот где проблема. Они наши тут, деревенька маленькая. Нас много не зависит. Ладно, поеду. Если разрешат снимать, сниму. А если нет, то уж извольте. Ну, я думаю, что все купим. Нет никакой очереди. Никого нет. Люди, нормально. Вы знаете, все друг друга улыбаются. Все приветливые. Нет никакой паники. Все нормально. Я с собой взяла свою корзинку, чтобы не трогать другую. Ну, все равно корзинку вот эту. Хорошо. А как, где входить? Ладно, посмотрим. Возьмем сначала вот эту. Одежду не продают. Одежда вся перекрыта. Только продукты. Видите? Все перекрыто. Только продукты. Мясо есть, какое хочешь. Всяко-разно. Любое. Выбор даже есть. Поэтому нет проблем. Можно выбрать. Пока из мяса все есть. Я там взяла даже печенку такую. Интересная была. Вот. Так что, пока вам снимаю. Сейчас пойду уже возьму, что мне надо. Из мяса все взяла. В принципе, мне много мяса не надо. Мы не такие мясоеды. Взяла вот такую вот вырезку. Потом вот это вот еще тоже. Мне вот это мясо нравится. Ну, а это с картошкой пожарю. Сейчас полезу в список, потому что у меня голова дырявая. Все забыли. Йогурт в изобилии. Все есть. Да, у меня вот эти. Я люблю творожки вот эти. Мои самые любимые десертики. Так что. И кефир пойду возьму сейчас. Кефир возьму. Вот смотрите, здесь даже такой вот с клубничной есть. И потом в Меркадону пойду. Вон там порублю. А вдруг не будет. Возьму один. Такой один я в Меркадону хочу еще наведаться. Ой, смотрите, даже вот такой какой-то фиги. Кефир есть. Можно буквально год до два назад, а в кефире можно было только мечтать. А сейчас он есть. Сметану возьму сейчас тоже. Щи сегодня ела без сметаны. Представляете? Возьму вот эту. Это хорошее. Для сметаны, конечно, вот эта лучше была бы. Она покислее. Но возьмем то. Яйца тоже какие хотите. Все есть. Так что, пожалуйста, выбирайте. Не хочу. Колбасы тоже, как вы хотите. Полки ломятся. Все зашибить. Фруктов, овощей на балом. Чего только нет. Все как и раньше. А ягоды у нас вообще подешевели. Смотрите. Возьму ведерко. Голубики. На 2 евро дешевле. Что, плохо, что ли? Зато появился альметы. Творожный сыр. Возьму парочку натуральный. Помните, я как его искала. Я вам дома все покажу, что я купила. Альметы появился. Очень рада. Пойду за хлебом. Здесь тоже всего-то всего. В общем, друзья, у нас все есть. Как там, как говорится-то, как в Париже. Или как в Греции. Я даже не знаю, как сейчас сказать-то. Потому что не знаю, где что есть. Я ищу эти слойки такие с этим. А вот тут они, вот они. Мужу нравятся. Мне тоже нравятся. Вот эти. Это с тыквой. Варенье с тыквой там внутри. Так, ладно. Вкусняшки взяли. Смотрите, какие розочки интересные. Это типа хвороста, наверное, нашего. В общем, вкусняшки. Кокосанки у нас так назывались. Кокосовые печенюшки. Ой, почему они интересные? Ну, как тут пахнет. Тяжелые какие. А, 3,69. Очень, очень даже не дешево. Но очень вкусно. Хлеб есть разный. И сейчас все проскладывают, подкладывают. В общем, да. Вот. Нашла чего нет. Муки нет. Та-дам. Муки нет. Чтоб жизнь медом не казалась, нет муки. Зато он кукурузный есть. Ой, кукурузный. Она у меня и дома кукурузный есть. Ну, ничего. Без муки обойдемся. Она у меня бы, кстати, была в списках. Мука. Я сегодня, когда по городу проходила, ходила в магазин, где стевия продается у меня заканчивается. Ее там, магазин был закрыт. Стою, выбираю стевию. Блин, она же подделка вся. Как ее купить? Не хочется сахар опять жрать. Ну, блин, она... Куплю какой-нибудь. Вдруг... Вдруг... Будет не подделка, не знаю даже. Так все есть. Сахар. Ну, от муки не было. Я так давно тут не ездила, что смотрите, у нас здесь какой круг сделали красивый. Надо же. Я сейчас в Меркадону иду. Она прям вот, Меркадона, а вот Алькампу. Кое-что тоже докуплю. В общем, я все уже... Я купила, кроме риса. Был рис, но не тот, который мне нравится и подходит. И муку. Мука, в принципе, на мне не обязательно. Я так написала. Вот. А так сейчас куплю мороженое свое. Любимое, кокосовое. И кофе. И все. Мне, наверное, больше ничего не в Меркадоне надо. И, наверное, не будем из дома выходить. Ветер. А, хлеб. Мне еще нужен хлеб из Меркадоны. И больше выходить не будем в магазин, наверное, да. До конца карантина. Хотя он будет продлеваться. Это 100%. Тогда придется еще раз в магазин идти. Так вот одежду нигде не продают. Кроме продуктов. Смотрите, вот такие полоски, чтобы друг от друга быть в метре. Но народа нет. Поэтому можно спокойно захватывать. И к кассе тоже вот такие штуки. То есть сначала тут человек стоит. Потом там. Чтобы дистанцию сохраняли. Кстати, посмотрим, есть ли туалетная бумага. Та-дам. Та-дам. Это только для... Это. Вместо туалетной бумаги лежат для кухни. У меня тут туалетной бумаги. Кончилось. Вышла вся. Почему-то где туалетная бумага, молоко притащили. А чуть больше все. Туалетной бумаги в этом году не будет. Мне нужны для кухни как раз вот эти. Я, в принципе, один большой всегда покупаю. А тут почему-то такие только. Давно я такую покупку не делала. Точнее, уже, наверное, никогда не буду. Не делала такие закупки. Потому что вы знаете, что я люблю в магазин каждый день ездить. А так вот, что вы... Ну, купила вроде бы самое необходимое. Сейчас вам покажу быстренько вот это. А что она открыта? Открыта почему-то. Ну, да ладно, не важно. Ромашка с медом. Творожки. Вот такие цены. Не буду говорить. Потому что я всегда цены вам говорю. Если я буду сейчас цены говорить, то это у нас видео будет минут 20. Только одни цены. А вам это надо? И тем более я показывала. Более-менее цены. Вот это, Софи, 5 евро в полкило. Сырок альмета. Масло сливочное. Сметана. Ой, блин. Йогурт греческий забыла. Ну, ладно. Сметана же есть. Творог. Это печенка с легким. Буду жарить с картошкой, с луком. На сэндвичи муж ночью ест на ужин. Чарли вкусняшки. Это хлеб. Сейчас заморожу вот так его. Это вот такие мужу тоже вкусняшки. Кофе. Ему вот такой нравится кофе. Бананы. В Меркадоне все-таки купила вот такой рис длинный. Мука была в доступе. Семечки. Я хотела другие семечки купить. Там были не особо соленые. Но не было. Вот такие купила. Клубника своя любимая. У меня вся машина как начала пахнуть. Клубника вообще. Такая вкуснотища. В морозилку я уже положила мороженое свое любимое. Кокос. И купила ягоды замороженные для чая. Две упаковки тоже. Сейчас буду пить чай вкусняшный. Сейчас это все уберу и продолжим. Ну а тут у нас мясо такое взяла. Мясо с косточкой взяла. Муж сказал кока-колу. Я решила, что ему кока-кола надо, не кока-кола, а надо вот такая. Это без сахара. Здесь, в общем, более полезно, скажем так. Масло подсолнечное, чтобы для жарки. Помидоры. Такие вот для салата. В Испании используют салаты именно вот такие, чтобы помидоры были зеленые и твердые. Три огурца взяла. Груши. Яблоки вот эти. Пахнут нереально очень вкусно. Имбирь. О, сколько чай буду делать сейчас. Помело. И перец, кефир. Взяла молоко кокосовое, молоко обычное. И все. Там картошка и лук. А еще, представляете, я не знаю, рассказываю, не рассказываю. Рассказываю, наверное. Арбуз-то я купила. Голова такая дырявая, я не помню. В общем, я, по-моему, муж так рассказывала. Покупаю, покупаю я в Меркадоне. Все, стою уже на кассу. Народу никого. Вот. Уже все выложила. Но я же пошла пешком. Я же пошла без всего. Без тележки, без всего. Я только за мороженым пошла. И за... Чем еще-то? Не помню, зачем еще. А, и за вкусняшками для Чарли. Он любит только с Меркадоны вкусняшки. Все остальные он не ест. И вот уже на кассе стою, поворачиваюсь и гляжу. Арбузы по 50 центов. Килограмм. У меня такой взгляд прям... Как это я без арбуза буду? А машины-то нет. Он себе-то не потащишь. И арбуз. Я же пошла за чуть-чуть. Я набрала-то опять две сумки. Стою такая, стою. Думаю, нет, я без арбуза не уеду. Я пошла. Взяла машину. Отнесла все покупки. И вернулась в Меркадон и купила арбуз. Сейчас я сегодня с Чарли не пойду гулять. На радость некоторым. Пишите в комментариях, что вы об этом думали. Думайте. И пойду с Чарли прогуляюсь. Фу, так жарко, не могу. И заодно арбуз заберу. Арбуз. И там у меня еще бумага для кухни. Кстати, я в Алькампу забыла посмотреть, есть там туалетная бумага или нет. Это сейчас дефицит 21 века. Туалетная бумага. Вот. И поставили очень много вот такой бумаги для кухни. Вот. Чтобы, наверное, ею подтирались, скажем так. В общем, да. Вот такие вот у нас покупочки. Так что вы сами увидели. Все спокойно. Все есть. Народ никто не толпится. Друг другу не прижимается. Все соблюдают дистанцию. Вот абсолютно все. Я отплатила карточкой. То есть, деньги у меня в руках даже не были. Поэтому все зашибись. Из магазина вышла. Этим обработала себе спиртом руки. Села в машину. Достала ключи. И машины, в общем, как говорится, прорвемся. Главное, не заражать никого и не толпиться. Если видите кого-то рядом с собой, то лучше отойти на него. И никто сейчас не смотрит. Знаете, у меня сразу был какой-то как это. Ну, я же воспитанный человек. Я же не хочу показать, что типа я шарахаюсь от кого-то. Вот. А потом гляжу, что люди сами шарахаются от меня. Ну, как шарахаются с улыбкой доброжелательно. Но уходят подальше от меня. И, в общем, как бы это у нас не вошло в привычку. И после всех этих вирусов и всего подобного мы не одичали, скажем так. Хотя я подругам сказала, когда все это закончится, говорю, давайте соберемся. И такую фьесту замутил. Такой праздник отметим. Они все, да, да, скорее. Вы знаете, всего-то, ну, 4 дня какого-то карантина. Такое ощущение, что уже месяц или два сидишь. И такое огромное желание встретиться и все это отметить. Просто это очень тяжело эмоционально. Не физически там что, куда-то выходить. А просто для нас, для людей, наверное, запреты какие-то очень сложно пережить. Как говорится, Ева-то не зря сожрала яблоко, когда ей не разрешили. Да, ну, яблоко или что там она, фрукт съела, в общем. Говорят, яблоко, но не доказано, да. Кто докажет-то? Они были единственные. Ладно, не в этом сути. Вот, самон запрет эмоционально очень тяжело переносить. Что вот надо обязательно там. Я, может быть, если бы мне не запретили, я бы, может, неделю сидела дома и не возникала. А так как мне нельзя выходить, вот мне хочется. Это как, знаете, на улицу, когда выходишь, знаешь, что лицо нельзя трогать, но у тебя сразу начинает чесаться нос, глаз, щеки. И руки так и тянутся почесать. Приходишь домой, ничего нигде не чешется. То же самое у вас тоже так. Прямо вот как вот когда не надо, все хочется это делать и вот так вот разодрать. Ладно, буду сейчас чай делать себе с имбирем и с ягодами. И, блин, а стевию я так и не нашла. Придется пить с сахаром. Но у меня сахар тростниковый. Я не стала покупать та стевия, которая продается в Алькампо, потому что, мне кажется, она ненатуральная. Поэтому лучше я с сахаром. Кто меня давно смотрит, знает, что у меня от всяких этих подсластителей, желудок вообще. Рвет и мечет в прямом смысле этого слова. И я могу только либо сахар, либо общенатуральные продукты. Поэтому будем с сахаром пить. А что делать? Мед? Ну, там точно такой же сахар. Я пью с тростниковым сахаром, поэтому, может быть, он более полезный. Пойду переодеваться, потому что жарко. Очень прям духотище. Ну, все, мне кажется, на две недели у нас жратовые точно есть. Но если только подкупать хлеб. А так, мне кажется, чем меньше я буду в магазин ходить, тем лучше. Но с Чарли гулять я буду, потому что там нет людей. И никто никому не навредит. Медсику. В общем, иду, во-первых, картон выбросить. Во-вторых, за арбузом я оставила в машине арбузик. Несу с собой воду. Чтобы удалять пип-пип Чарлина поливать. В общем, все как надо. Все по Фрейду. Как любят говорить, но умеют. Многие его верят. Сейчас будем дверь открывать. Это как-то без рук. Дверь открыть нереально. Сейчас кружочек на площадке пройдусь. Вроде бы никого нет. Там один парень с собачкой гуляет. Вот и все. В общем, вот так вот. Люди избавляются, пока у них есть время. Избавляются от всяких ненужных вещей. На помойке только и видишь, что что-то валяется. Вот у нас магазин рядом. Кстати, утром открыт. Это там больше мясная лавка. Но там все можно купить. Поэтому все всем прям рядом с нами. За хлебом, кстати, можно туда сгонять. Но я с Чарли хожу мимо булочной. Поэтому нет проблем. Ой, блин. Начинаем привыкать к такой жизни, знаете. Но телек лучше не смотреть. Никогда так чисто не мыло арбуз. Чуть ли не хлорка его. Ой, блин. Смех и грех. Ну что, посмотрим, что у нас там. Какой нас сюрприз ждет. Вроде стучит красиво. Выглядит. Тоже очень даже красиво. А сейчас будем пробовать на камеру. Кому не нравится, можете сделать вот так. Потому что не попробовать на камеру. Ну как так? А как же я вам потом расскажу, а вы мне не поверите, что он вкусный. Или может наоборот. Сахарный. Вкусный какой. Все в меркадуну за арбузами. 50 копеек килограмм. У меня арбуз вот этот вытянул. На 2,70. А еще я люблю арбуз с черным хлебом. Это так вкусно. Вам видит. Звучит странно, но это очень вкусно. Арбуз и черный хлеб. Попробуйте, вам понравится. Слышите? Хлопают. Традиции уже. Который день. Что-то у нас сегодня никто не хлопает. Вчера прям хлопали. А сегодня никто не хлопает. Ну-ка. О, слышите? И там захлопали. И там захлопали. На завтра у меня никаких планов вообще нету. Скучно. Подходят люди. Слышите? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...